Всем привет! Вы смотрите шоу Кулинарная Пропаганда, и с вами я, Дмитрий Фреско. Недавно филировал семгу, и у меня осталась небольшая кучка мяса. Я уже говорил, что... А вот тратить слишком много времени на кухонные танцы мне не нравится. Поэтому чаще всего готовлю быстро. Сегодняшний рецепт как раз из таких. Времени на его приготовление уйдет ровно столько, сколько вы варите пасту. Поехали! Для того, чтобы все сделать быстро, надо подготовиться. Кипятим воду. Проверяем доска, полотенце, чтобы оно не скользило, острый нож, кастрюля, сковорода, немного молока, кусочки семги и 50-70 граммов сливочного сыра. У меня Филадельфия, но не морочите себе голову, используйте тот, который вам нравится. Маскарпоне, альметы или просто сливки. Тоже будет хорошо. Итак, готовы? Начали! Сначала паста посолим и выкладываем. Некоторые итальянцы говорят, что паста должна танцевать, но не чрезмерно. Поэтому кипение должно быть в кастрюле не очень сильное. Теперь соус. Ложка оливкового масла, ароматного, вкусного. И сразу семгу. Огонь под сковородкой ниже среднего. Нам не надо, чтобы семга жарилась. Пусть немного побледнеет и нормально. Сразу добавлю сыр и разомну лопаточкой. На мой вкус к соусу на молочно-сырно-сливочной основе отлично подходят две пряности. Тимьян и шалфей. Если тимьян зимой нормально растет, то вот шалфей у меня страшный. Ну, пару-тройку листочков найду. Если у вас этих приправ нет, расслабьтесь и без них хорошо. Но с ним, конечно, лучше. Итальянцы придумали чудовищное количество разной формы и размеров пасты. И о причинах этого разнообразия я в начале своей кулинарной карьеры говорил. Представьте себе Италию 450 лет назад. Страна нищих крестьян и нищих же рыбаков, моряков. А многодетные семьи. Ну, чем их кормить? В таком климате очень хорошо растут пшеницы. Именно поэтому в итальянской кухне главенствующее положение занимает всевозможные виды паст. Но каждый день сжать макароны не будешь, от этого сойдет с ума и самый крепкий духом человек. Итальянские матери семейств нашли выход из положения. Так вот, под разную текстуру соуса подходит разный формат пасты. Немного молока. Если у вас масляно-водянистый, ну, как, например, томатный, то для того, чтобы он лучше удерживался на поверхности пасты, она должна быть ревристая. А если соус, как сегодня, будет густой, даже, я бы сказал, клейкий, то и пасту можно брать гладкую. Петрушку порублю, чтобы все выглядело в сарелке понаряднее. Нагрев под сковородкой теперь самый слабый. Паст уже готова. Перекладываю ее в сковородку и аккуратно перемешиваю. Смотрите, сейчас фетучение, ленточки по-итальянски, быстро-быстро вытянуты соуса всю влагу. И он станет чересчур густой. Поэтому добавлю вот этой воды, в которой вводилась паста. Да нужны мне густоты. Отлично. Все готово. Теперь черного перца, чтобы подстегнуть вкусовые пупырышки. И петрушки, чтобы придать яркости. Очень мягкий, нежный, сливочный вкус. Тонкий-тонкий аромат семги. Вот этот перец, который я добавил, он резко подстегивает все ощущения, все вкусовые пупырышки. Это просто прекрасно. Всего 5 минут. Друзья мои, всего 5 минут. Ну, если паста, конечно, у вас будет другая, там, 7-8 минут. Но все равно 8 минут. И такое блюдо. Прекрасно. Готовьте. Вот и все на сегодня. Спасибо, что смотрите. Понравилось? Не пленитесь поставить палец вверх. Делайте репосты и делитесь с друзьями. Пусть другие тоже готовят себе вкусные блюда. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!